Для питания нашего бека используется батареечка 2С. Подключаем разъемы, подаем питание на наш бек. При этом мы видим, что загорается каждые 5 секунд светодиод белого цвета. Для включения бека в работу нажимаем и удерживаем кнопку. При этом загораются все светодиоды, после этого кратковременно нажимаем еще раз и наш бек включается в работу. Вот как это выглядит. Мы видим, что наш бек заработал и в данном варианте выдает питание 7,2 вольта. Выключение бека происходит подобным способом. Нажимаем на кнопку, удерживаем ее до включения всех светодиодов и затем еще раз кратковременно нажимаем на кнопку. Все, наш бек выключился. Наш бек в данном варианте настроен на выходное напряжение 7,2 вольта. Его можно поменять на напряжение 5,9. Делается это следующим образом. Выключаем питание. После этого при нажатой кнопке подаем питание. Включаем наш девайс в работу. Мы видим, что наше напряжение поменялось до 5,9 вольта. Свеча управляется двумя способами. Первый ручной. Нажимаем кратковременно на кнопку. При этом загорается красный светодиод и через некоторое время загорается наша свеча. Свеча работает в течении 30 секунд. После этого она автоматически выключается. Наша свеча погасла. Кроме этого свеча может управляться с любого свободного канала передатчика. Либо может быть замикширована в канал газа. При установлении потенциометра в среднее положение сервотестера мы видим, что свеча горит в пол накала. При установке на максимум свеча загорается в полный накал. Микширование свечи в канал газа позволит добиться устойчивой работы двигателя на холостых оборотах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok